Здравствуйте! С вами новости на Первом Карагандинском, студия Нейшел Корбек. В ближайшие 20 минут я и мои коллеги расскажем о главных событиях этого дня. Еще один пожар случился в Караганде. Проблемные территории шахтерской столицы попали под пристальное внимание Акима города. Холода в Карагандинской области продержится еще как минимум несколько дней. Коротко о событиях. Еще один пожар случился в Караганде. На этот раз возгорание произошло в складском помещении на первом этаже следственного изолятора. Пожар в здании общей площадью 25 квадратных метров случился вчера около 12 часов дня. В его ликвидации было задействовано 35 человек личного состава и более 10 единиц техники службы пожаротушения ДЧС Карагандинской области. При возгорании в учреждении К-159-1 было эвакуировано 142 человека. В настоящее время учреждение функционирует в обычном режиме, от чего произошло возгорание, выясняет следственная группа. Однако руководство СИ-16 не исключает, что причиной пожара мог стать и человеческий фактор. Причины возгорания, сейчас они уточняются, заключение будет давать управление департамента по чрезвычайным ситуациям деятельности. Сейчас опрашивается спецконтингент, какой ущерб, предварительно там минимальный ущерб будет. Сгорел пол, сгорели полки деревянные, которые стояли, тазики, веники, такие вещи. На автотрассах Карагандинской области в непогоду застряли 4 автомобиля, в том числе «Газель». Сотрудникам МЧС пришлось спасать 13 человек. Об этом сообщили в ДЧС Карагандинской области. С 19.40 минут 26 января в связи с ухудшением дорожных условий, метели и плохой видимости, решением административной полиции Карагандинской области было закрыто движение для всех видов транспорта на участках автодорог Садпаев-Улытау. Этому предшествовало несколько происшествий на дорогах. Примерно в полночь сотрудниками Ултауского отдела по ЧАЭС поступило сообщение о том, что на 125-м километре трассы Жесказган-Петропавловск в снежном заносе застряли 3 легковых автомобиля, в которых находилось 8 человек. 4 человека в автомобиле марки «Ниссан», остальные в двух «Нивах». Для оказания помощи к месту вызова были направлены сотрудники, а та же техника пожарной части номер 49, села Улытау. Как сообщили в пресс-службе ДЧС, все оказавшиеся в снежных заносах эвакуированы. В этот же день на 118-м километре дороги Караганда-Аягус в Бухаржиравском районе спасали 5 пассажиров «Газели». У микроавтобуса замерзло дизельное топливо. Как сообщили в ДЧС, к месту ЧП было доставлено топливо, автомобиль отогрели, все люди эвакуированы. Сотрудничество с полицией – выгодное дело. За помощь органов внутренних дел в охране правопорядка жители Караганинской области поощрены на сумму более 3 миллионов тенге. С участием жителей нашего региона в 2013 году были выявлены 1740 административных правонарушений и раскрыты порядка 50 преступлений. В настоящее время в Караганинской области с органами внутренних дел взаимодействуют такие виды общественных формирований, как советы общественности, студенческие отряды, добровольные народные дружины, консьержи, в сельской местности отряды САКШИ, в которых принимают участие до полутора тысяч человек. Как подчеркивают в полиции, мерами поощрения жителей региона, участвующих в обеспечении общественного порядка, являются объявления благодарности, награждения, грамоты, выдача денежных премий. Также в полиции отмечают, что вступить в общественное формирование несложно. Человек, изъявивший желание участвовать в обеспечении общественного порядка, обращается в органы внутренних дел с заявлением, которому прилагают копию удостоверения личности, либо паспорта гражданина Республики Казахстан. Научные сотрудники Коронинского государственного индустриального университета смогут создавать наноматериалы. Благодаря новому оборудованию очень быстро можно будет определить химический состав и проводить экспресс-анализ материалов. Стоимость нового оборудования, которое получили сотрудники университета, десятки миллионов тенге. Теперь с помощью горного геологического анализатора, аналогов которому нет в Казахстане, есть возможность в считанные секунды определить химический состав и проводить экспресс-анализ материалов. Еще одна новинка – вибрационная мельница. Сложное техническое оборудование позволяет получать специальные порошки, необходимые для производства наноматериалов. Ручной таблеточный пресс позволяет получить из порошка компактную таблетку, которую необходимую для проведения химического анализа, а также исследование свойств при спекании и дальнейших механических испытаний. Как отмечают в университете, разработанные проекты пользуются спросом не только в СНГ, но и в европейских странах. Особый упор делается на сотрудничество с казахстанскими предпринимателями. Сегодня утром проблемные территории шахтерской столицы попали под пристальное внимание Акима города. Миром Смогулов удивился, почему уличное освещение продолжает работать в дневное время и по каким причинам снег убирается не во всех дворах. Подробности расскажет Николай Кровец. «А вот меня интересует, видите, наружное освещение горит. Его население ошлашает, да?» «Да, нет, его оплатят караганда жары». Это двор 47-го дома по улице Гоголя. Дома под опекой КСК «Маяк». Во дворе трудятся дворники. Снег вычищен, стало быть, с работой справляются. Однако Миром Смогулов обратил внимание на наружное освещение. На дворе день, а фонари всё ещё горят. Жильцы допускают нерациональное использование электроэнергии, которую, к слову, оплачивает горсвет. Его надо отключать. Мы свои дома-то отключаем, конечно, но я не знаю, там, может быть, просто старший по подъезду не выключил. А было бы очень хорошо, чтобы было вот как чувствительный элемент. «Ну, это очень дорого, на каждый подъезд ставить тот элемент. Просто вы должны или старший закрепить здесь, или ещё какие-то. Но это ненормально. Государство оплачивает, а вы никак к своему относитесь». Аналогичная ситуация и во дворе по улице Нуркена-Абдирова, 24, дробь 1. КСК «Стимул» также не считает казённые деньги. Фонари над подъездами излучают свет круглые сутки. В целом же двор убран, мусор вывезен. Отметим, что сейчас кооперативы собственников квартир рассматривают возможность повышения тарифа за свои услуги. Сейчас стоимость квадратного метра жилья в среднем по городу составляет 10-15 тенге. Однако несложные подсчёты показали, чтобы содержать дома в удовлетворительном состоянии, тариф должен быть не менее 20 тенге. «Там, где есть КСК, дворы убираются и содержатся вовремя. А где нет КСК, это наглядно. И двор не чистится, и мусор не убирается. Нет старших по домам. Наружное освещение горит, бывает до обеда, а бывает и круглые сутки. Конечно же, вот это было сказано ещё в ней. Всё это устранилось». Побывал миром Смогулов и на привокзальной площади. На сравнительно новых остановочных павильонах расклеены объявления, что также недопустимо. Возле главного здания вокзала красуется гора неубранного снега. «Привокзальная площадь, она наше лицо для гостей. Настроение и впечатление у гостей начинается именно с вокзала, с привокзальной площади. Поэтому были даны ряд замечаний по своевременной очистке, по уборке». Вместе с градоначальником санитарное состояние города осмотрел Яким района имени Казыбек-Би. Рустем Кобжанов пообещал, что все недочёты, которые увидел миром Смогулов, будут устранены. «Вот эти замечания мы сейчас все учтём. Мы проведём соответствующую работу и с представителями КСК, потом с теми службами, которые занимаются работой по санитарной очистке, и будем постоянно держать на контроле. Самое главное, что помимо того, что делают городские службы, и жители сами были небезучастны, потому что это город общий, все дворы общие». Будут ли исправлены все замечания градоначальника города, мы расскажем в ближайшее время. А пока советуем всем жителям шахтёрской столицы взять в руки лопаты и помочь освободить свои дворы от большого количества снега. К тому же, это и для здоровья полезно. Николай Кровец, Алжас Габасов, Бахтиар Успанов, Первый Карагандинский. Зима, кажется, решила отыграться на жителях области за аномально тёплый декабрь. Холода, пришедшая на прошлую неделю, продержится у нас ещё как минимум несколько дней. Сильного похолодания ждут 29, 30 и 31 января. Уже этой ночью температура опустится до минус 37 градусов. О соблюдении мер предосторожности в такую погоду в следующем материале. Пока снегоуборочные машины и дворники очищают территорию от снега, специалисты поликлиники имени Макожанова продолжают спасать людей от полученных обморожений. По словам травматолога медицинского учреждения, за последние пару дней к ним поступило три человека. При том, что о последствиях долгого времяпрепровождения на морозе предупреждали заранее. Больных практически, как сказал бы, в два раза меньше. Но при поступлении такого значительного нет, как раньше. Чтобы не получить обморожение вовсе, следует соблюдать следующие правила. Перед выходом на мороз будет разумно нанести на кожу специальный крем от мороза. Он защищает кожу от холода и ветра. Нельзя притрагиваться влажными оголёвными частями тела к металлическим поверхностям на улице. Когда лицо начнет замерзать от мороза и холода, можно растереть его руками. Алкоголь и табак, как согревающие средства, нужно полностью исключить. Ну и, конечно же, самый простой совет – одевайтесь как можно теплее. Ну, одеться тарок тёпленький, гамашики, капюшончик на голову, будет тепло. Как обычно одеваешь, мы привыкли к этому морозу. Главное, чтобы вам комфортно было, чтобы вы не замерзали. То есть, это от каждого человека зависит индивидуально. Если я зимняя, значит, я буду одеваться так, чтобы мне не жарко было и не холодно. Зимняя одежда ни в коем случае не должна быть тесной, потому что в этом случае нарушается кровообращение. Обязательно правильно подбирать размер зимней одежды. Лучше, если она будет свободной и не сковывающей движения. Марк Бешков, Жасгабаса, Бахтия Распана, 1-й Карагандинский. Тему о комфорте в пассажирском транспорте Караганды сегодня обсуждает почти каждый житель нашего города. Еще летом прошлого года участники местной музыкальной группы «Кукунбир» сняли клип под названием «Маншрутки». И вот спустя полгода композиция не потеряла свою актуальность. Как рождалась песня о маршрутном такси узнавал Николай Кровец. Толстая тетка-кондуктор, у ней покупайте, билет, мелочи, полная сумка, купюры на сдачу нет. Сама идея клипа пришла участнику группы «Кукунбир» Владимиру Рябцеву после каждодневного пребывания в маршрутках нашего города. Его настолько вдохновили все поездки в пассажирском транспорте, что он решил написать текст и музыку к песне. Существует теория, что эта музыкальная композиция послужила началом для создания проблемной ситуации в общественном транспорте сегодня. С транспортом для съемки клипа история достаточно тривиальная история. Просто мы наткнулись на подходящую маршрутку, ее состояние внешнее, равно как и внутреннее, было очень кстати как раз для съемок клипа то, что нужно. И так уж сложилось, что водителю было нечем заняться, видимо. И он решил нам поспособствовать. Там в машине много, влезет хоть сто человек, вас развлекут по дороге, шансон не умолкнет вовек. Все, что сейчас происходит в маршрутках, можно увидеть в этом музыкальном клипе, считает другой участник группы Руслан Создыков. Песня состоит из общения пассажира с кондуктором и ситуаций, которые возникают в транспорте каждый день. Ничего нового, по сути дела, не услышишь, но оно как-то в доступной музыкальной форме, в эту форму обличено. А как эту проблему решить? Честно говоря, я не знаю, как эту проблему решить в данный момент, потому что, наверное, есть для этого более умные люди, нежели я. Ну плюс я не настолько заинтересован лицо, поскольку я за рулем. На камеру снимал клип один из музыкантов группы Вячеслав Бибаев. Ему хотелось сделать так, чтобы в маршрутке было весело и ничто не омрачало хорошее настроение. Мы пытались сделать так, чтобы в проезде в нашей маршрутке было немного веселее и приятнее. Но, конечно, работать сложно, когда столько девушек танцующих, но было бы неплохо, если бы так было во всех маршрутках, я бы заплатил тогда больше за проезд. Разов в два, в три. Уважаемые жители Карагандинской области, пусть в ваших маршрутках звучит только хорошая музыка. Группа Кукумбер специально для вас. Если проблема была только в музыке, то проблем в пассажирском транспорте шахтерской столицы стало бы меньше. Николай Кровецкий, Рат Рашитов, Бахтер Роспанов, Первый Карагандинский. Сегодня почти во всем мире проходит день угощения хранителя дома, домового. Существует поверье, если в этот день домового хорошо угостить, то год будет благополучным и вещи дома теряться не будут. К тому же для многих домохозяек такой помощник, как домовой, просто незаменимая вещь. Существуют ли домовые вообще, узнавал наш корреспондент. Эти кадры из семи любимого мультфильма «Домовенок Кузя. Добродушный проказник». Учеными уже доказано, что домовые существуют не только в мультфильмах, но и в реальной жизни. Кто же такие домовые, какие они? Домовой или по-другому кутный бог у славянских народов – это домашний дух. Мифологический хозяин и покровитель дома, обеспечивающий нормальную жизнь семьи, здоровье людей и животных, плодородие. Иногда кутный бог проказничает, прячет вещи, хлопает дверьми или даже бьет посуду. Экстрасенс Кайрат Кенебаев твердо знает – домовые существуют. Более того, ясновидящий сам неоднократно имел контакт с домашними духами. Первый контакт экстрасенсей домового произошел в детстве. Я спал со своей тетей. Мне было 10 лет. Спал со своей тетей рядышком и ее начал душить домовой. Именно домовой тот, который находился там. То есть моя тетя, ему не понравилось. То есть энергии их не сошлись. Домовых бояться не надо, советует экстрасенс. Главное – быть аккуратными со своими домашними духами. Например, сделать кутному богу что-нибудь приятное. Как задобрить домового. То есть, например, оставить ему какое-нибудь сладкое что-то оставлять. Раньше кто-то молоко оставил, кто-то конфеты ложил, кто-то печеньки ложил. Экстрасенс верит, что домовой существует. А вот верят ли в это простые люди, узнавала на улице наша съемочная группа. Нет, я не верю. Не верю. Мои родители верили в это. И я верю. Наверное, что-то существует. В день угощения домового кормят кашей, оставляя ее на столе. Кормят и приговаривают. Хозяин, батюшка, прими нашу кашу и ешь пироги, наш дом береги. Если уж хотите совсем угодить домовому, то можно рядом с кашей оставить шоколадную конфету. Вот тогда-то вашему дому ничего не будет страшно. Ведь по поверью, лучшего сторожа, чем домовой не найти. Амина Смакова, Олжас Габасов, Бахтия Роспанов, Первый Карагандинский. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal, Galvin, Hercule. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Allugal. Allugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества, любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Allugal – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легка в сборке и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы Allugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Allugal. Это все новости на сегодня. До встречи, Аман Саубонгсдор. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин